Команде из Тюмени. Понравилась она очень. Посмотрим, насколько стабильно ей удастся продержаться. Потому что подобные всплески на старте чемпионата иногда бывают. Лишь обнадеживающим началом, а потом все как-то ухудшается. Но потому что мы сегодня видели очень крепкая команда и таких заметных причин для их провала нет. Если все, конечно, будет в порядке со здоровьем у лидеров, чего мы им желаем. Шанаурин просто прекрасен. Грибанов победный булит и гол с игры. Ну да, у Шанаурина 1 плюс 1. Ну и другие заметные фигуры есть. Алисы, несмотря на то, что проигрывают два матча подряд на финише этой домашней серии, все-таки в каждой из встреч набирали очки. Даже в тех матчах, в которых выступали, делали это за пределами основного времени. Вот он, роскошный гол Андрея Козлова. И тут же досадная контратака. И Грибанов выводит свою команду вперед во второй раз. Но период под номером 2 остался за Лисами. Хотя он проходил, ну, практически в равной борьбе. И даже на один бросок больше нанесли гости. Играли они дважды в меньшинстве. Но все равно перебросали, да. Ну так плюс-минус поровну сыграли. Однако шанс для своего второго гола все-таки нашли магнитогорцы. Да, вот это, конечно, шикарная игра Пичугина против Сюткина. А вот здесь потеря у своих ворот. И едва не случились большие неприятности. Будем закругляться потихоньку. Сейчас еще вы увидите эффектный гол в большинстве от Ильи Квачко. Первый для него в сезоне. Илюш, поздравляю. Терпение и труд все перетрут. Вот Ткач, Козлов, Федоров и Квачко. Укротил все-таки шайбу. Она не сразу ему покорилась. Но вот, видите, да. С дебютным голом. Лисы отправляются в Уфу через несколько дней. Где сыграют в четверг и пятницу с Толпаром. Пожелаем им удачи. А Металлургу пожелаем удачи сегодня в Череповце. В 18.50 по уральскому времени начнется прямая трансляция в эфире телекомпании ТВИН. Самые преданные болельщики вас я жду в притяжении. Встретимся на футболе. Как обычно, посмотрим гостевой матч вместе. Ну, а эту трансляцию организовала и провела для вас бригада телекомпании ТВИН во главе с режиссером Максимом Пуртовым. Нет, простите, да. Сегодня у нас замена. У нас Георгий Бадаев сегодня за пультом располагался. Вот самый опасный момент третьего периода, созданный гостями. Да, благодарю всех своих коллег. Оказались мы в непростой ситуации. Графика так и не обнаружилась. Доступ к игре в базе данных не получили мы до самого конца встречи. Ну и пришлось спасаться, как могли. Ну, надеюсь, что у вас не было больших хлопот с тем, чтобы разглядеть счет или увидеть, сколько времени осталось до конца. Еще раз поздравляю тюменцев с победой Алисом работать над форматом 3 на 3 и порезультативнее действовать в булитных сериях. Ваш комментатор Павел Зайцев. До скорых встреч в эфире. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok